Джоэл Остин. Ты всё равно справишься. У всех нас есть мечты, цели и то, что, как мы знаем, обещал нам Бог. Мы начинаем с воодушевления, мы бойко плывём к цели, добиваемся прогресса. Затем возникает буря, неожиданный вызов, болезнь, раскол. Мы теряем любимого человека, контракт, на который мы рассчитывали, не был заключён. Легко впасть в уныние и думать, что этого никогда не произойдёт. Но Бог не обещает чего-то, чтобы потом поменять своё мнение. Он не вкладывает мечту в ваше сердце, чтобы потом забрать её обратно. Начиная что-то, Он заканчивает это. Возможно, вы не видите выхода, но у Бога не закончились варианты. Мы думаем естественно, но Бог сверхъестественен. У Него есть способы, о которых мы никогда не думали. Бог не допустил бы этой бури, если бы она смогла удержать вас от вашего предназначения. Если бы этот ужасный разрыв, эта потеря, человек, который ушёл, если бы это могло помешать вашей цели, Бог не допустил бы, чтобы это произошло. Нам, может, это не нравится, но это часть процесса. Бури приходят ко всем нам. Хорошая новость в том, что Бог управляет ветрами. Он контролирует то, что пытается остановить вас. Всё, что ему нужно сделать, это изменить направление ветра, и вместо того, чтобы сдерживать вас, они будут толкать вас вперёд. Эти события были предназначены вам во вред, но он знает, как обратить их вспять и использовать в ваших интересах. Возможно, вы столкнулись с ситуацией, когда вы не видите, как это могло бы сработать. Это может касаться вашего здоровья, ваших финансов, отношений. Каждый голос говорит, что это невозможно, уже слишком поздно, препятствия слишком велики. Но Бог говорит, ты всё равно доберёшься туда. Я всё ещё на троне. Я работаю за кулисами. Я сражаюсь в твоих битвах. Я устраиваю прорывы, которые тебе нужны. Я подбираю нужных людей. Когда всё будет сказано и сделано, то, что обещал Бог, исполнится. Вы всё равно поправитесь. Вы всё равно встретите нужного человека. Вы всё равно избавитесь от этой зависимости. Вы всё равно осуществите свои мечты. То, где вы находитесь, не случайность. Возможно, Бог и не посылал бурю, но Он контролирует её. Это тест. Будете ли вы доверять Ему, когда не увидите никаких признаков улучшения ситуации? Останетесь ли вы в вере, когда каждая мысль говорит вам, что из этого ничего не получится? Именно так поступил апостол Павел. Он был пленником на корабле, направлявшемся в Рим. Он был арестован в Иерусалиме за то, что устроил беспорядки. Несмотря на то, что он был признан невиновным, он подал апелляцию Кесарю. Во время этого многомесячного путешествия 200 с лишним пассажиров на борту столкнулись с сильным штормом, ураганным ветром. Волны были такими большими, что раскачивали корабль назад и вперёд. В течение 14 дней они не видели ни солнца, ни звёзд. Корабль был настолько потрёпан, что пропускал воду. Экипаж начал выбрасывать груз и припасы за борт. Они были подавлены, они перестали есть. Писание говорит, что всякая надежда на их спасение исчезла. Но в разгар бури Павлу явился ангел. Он сказал в Деяниях 27 главе, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». У Павла было обещание, что он доберётся до Рима. Но все обстоятельства говорили о том, что этого не произойдёт. Куда бы он ни посмотрел, ветер, волны, команда говорит, что у него ничего не получится. Он мог бы подумать, «Боже, я, должно быть, неправильно тебя расслышал. Ты сказал, что я предстану предкесарем, но я на тонущем корабле, попавшем в ураган посреди океана». Иногда то, что обещает Бог, выглядит прямо противоположным тому, что видим мы. «Боже, ты сказал, что я поправлюсь, но всё, что я вижу, — это болезнь. Ты сказал, что я буду одалживать и не буду брать взаймы, но я вижу смерть, нужду, борьбу. Ты сказал, что мои дети будут могущественны на земле, но я вижу зависимости, компромисс. Вот ключ. Вы не можете быть движимы тем, что вы видите. Вы должны быть движимы тем, что вы знаете. Не позволяйте этой бури отговорить вас от того, что обещал Бог. В разгар шторма, когда это казалось невозможным, не было никаких признаков улучшения ситуации. Павел подошёл к команде и сказал, «Всё будет хорошо, съешьте что-нибудь. Бог обещал, что я не только предстану перед кесарем, но и все вы спасётесь». Следующий стих ключевой. Он сказал, «Я верю, что всё будет именно так, как сказал Бог». Поймите, Бог может дать все эти обещания, но если мы не сделаем следующий шаг и не скажем, как Павел, «Боже, я верю, то, что ты обещал мне сбудется», тогда обещания не принесут никакой пользы. Мы должны смешивать веру с обещаниями. Когда Павел сказал команде, что их жизни будут сохранены, волны без сомнения плескали ему в лицо. Ветер был такой сильный, что чуть ли не сбивал его с ног, пришлось держаться за лодку. Так продолжалось уже две недели. Он мог бы впасть в депрессию, как и все остальные, и жаловаться. Но вместо этого он говорил о том, что обещал Бог. Он провозглашал жизнь перед лицом смерти. Он провозглашал победу посреди поражения. То, что вы говорите во время шторма, окажет огромное влияние на то, останетесь ли вы в нем или выберетесь. Если вы говорите, «Я никогда не поправлюсь, я не могу избавиться от этой болезни, я не могу избавиться от этой зависимости, у меня это еще со средней школы, Джоэл, эти люди поступили со мной неправильно, это несправедливо, и это разрушило мою жизнь». Если вы говорите о поражении, вы потерпите поражение. Если вы думаете, «Я никогда не выпутаюсь из этой передряги», то вы никогда этого и не сделаете. В разгар бури вам нужно провозглашать то, что обещал вам Бог. «Я выберусь из этого, это пройдет, я не поведусь на волны, ветры или моих врагов, я знаю, что Бог, который за меня, больше, чем мир, который против меня, я поправлюсь, я буду процветать и добьюсь успеха, мои дети будут служить Господу, согласитесь с Богом». Ангел сказал, «Павел, все, кто плывет с тобой, будут спасены». Павел был пленником на корабле, у него не было никакого влияния, команда считала его второстепенным, просто еще одним заключенным, которого нужно перевести. Они думали, что это Павел плывет с ними, но обратите внимание, как Бог видит вас. Он сказал, «Павел, все, кто плывут с тобой, будут спасены». У вас могут быть враги, люди, которые смотрят на вас высока, они думают, что у них есть преимущество, но не волнуйтесь, вы не плывете с ними, это они плывут с вами. Ничто не может вырвать вас из Божьих рук. Вам может казаться, что вы на стороне оппозиции, что вы находитесь в невыгодном положении на работе, в школе, но люди не определяют вашу судьбу, они не могут помешать Божьему плану на вашу жизнь. Вы можете быть на их корабле, но помните, это они плывут с вами, Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Без Павла на корабле все люди погибли бы, ураган потопил бы корабль. В естественном мире не было никаких шансов, все обстоятельства говорили о том, что они обречены, это еще одно неудачное плавание. Но на корабле был человек с призванием в жизни, человек с целью, с предназначением. Это показывает нам, что шторм не может остановить то, что задумал Бог. Возможно, вы оказались в ситуации, которая выглядит не очень хорошо. Это остановило бы многих людей, но вас это не остановит. Почему? Вы — Павел. У вас есть цель, у вас есть задание, в вашей жизни есть призвание, нечто, что Бог предназначил вам совершить. Вы не просто заполняете пространство, вы — человек судьбы. Есть кесарь, перед которым вы были призваны предстать. Есть мечта, которую Бог вложил в ваше сердце. Это невероятность. Бог так распорядился. Есть гигант, которого вы призваны победить. Может быть, это родовое проклятие, что-то, что сдерживало вашу семью. Вот почему шторм такой сильный. Враг хотел бы убедить вас впасть в уныние, сдаться, подумать, что вы неправильно расслышали Бога. Но этот шторм — знак того, что вы близки к своему предназначению. Враг не стал бы насылать ветры, дождь, неприятности, болезни, если бы он не знал, что кесарь уже на пути. То, к чему вы были призваны, ваше величайшее достижение, нечто большее, чем вы можете себе представить. Свобода, которую ваша семья никогда не видела, находится прямо за этой бурей. Причина, по которой буря не может вас победить, в том, что вы — Павел. Вот ключ. Предназначение вас сильнее, чем буря вокруг вас. Цель вас не может быть остановлена волнами, людьми или противодействием. Оставайтесь в вере и продолжайте провозглашать то, что Бог сказал о вас. «Я предстану перед кесарем. Это значит, я исполню свое предназначение. Я установлю новые стандарты для своей семьи. Я разорву эти циклы поражений, депрессии и дисфункции, которые передавались по наследству. Я выплачу свой дом. Я сохраню свою семью. Я займу новую позицию. Если вы собираетесь выбраться из шторма, вы должны знать, что вы — Павел. В вашей жизни есть призвание. Враг это знает. Он не стал бы бороться с вами, если бы не знал, что вам суждено совершить великие дела. Он знает это. Бог знает это. Убедитесь в том, что и вам это известно». Поймите, то, что Бог изрек о вас, это не просто приятная мысль. Это не просто что-то, на что он надеется, что это, может быть, произойдет. Это указ. «Павел, ты предстанешь перед Кесарем». Он не сказал, «Я думаю, ты это сделаешь, если погода позволит, если эти люди не будут слишком огорчены». Бог говорит, «Единственное, что могло бы этому помешать, это ни шторм, ни сопротивление, ни люди, ни болезнь. Единственное, что могло бы этому помешать, это наше неверие». Поэтому Бог действует там, где есть вера. Если бы Павел сказал, «Боже, я не думаю, что смогу предстать перед Кесарем. Я заключенный. Я попал в ураган. Я не нравлюсь этим людям». Не позволяйте сомнениям помешать в вашей цели. Не позволяйте бури отговорить вас от вашего предназначения. Вам не нужно придумывать, как это произойдет. «Все, что вам нужно сделать, это поверить перед лицом этой бури с ветром и дождем, которые обрушиваются на вас. Осмельте сказать, как Павел, «Я верю, Боже, что ты сказал, сбудется». Вот насколько Бог благ. Он сказал Павлу, что все, кто плывет с ним, будут спасены. Даже врагам Павла было обещано, что их жизнь будет сохранена. Если бы это зависело от нас, мы бы сказали, «Боже, уничтожь их! Они этого не заслуживают! Пусть получат!» «Но Бог так милостив, что некоторые из ваших врагов будут благословлены благодаря вам. Когда благоволение в вашей жизни поможет им подняться выше, они изменят свое мнение. Вместо того, чтобы быть против вас, они будут за вас. Вместо того, чтобы пытаться столкнуть вас вниз, они поднимут вас». После двух недель, проведенных в шторме, команда заметила вдалеке небольшой остров. Они пытались повернуть в ту сторону, но ветер был слишком силен. Когда корабль приблизился, он ударился дном и полностью развалился на части. Все оказались в воде. Они схватили обломки корабля и поплыли к берегу. Через несколько часов все 276 человек благополучно добрались до острова. Никто не погиб. Но когда корабль ударился одно и развалился на части, я уверен, что некоторые из них запаниковали и подумали, «О, отлично! Теперь нам конец! У нас даже нет корабля! У нас нет ни единого шанса!» Но они добрались до берега без корабля. Бог говорит, «Ты справишься без того, что, как ты думал, тебе будет необходимо. Ты справишься без того, что потерял. Ты справишься без того, что не сработало. Мы с моим отцом были очень близки. Я проработал с ним 17 лет за кулисами в Лейквуде. Мы вместе объездили весь мир. Раньше я думал, что будет, когда мой отец уйдет из жизни. В 99-м он внезапно ушел к Господу. Я все еще скучаю по нему. Но теперь понимаю, что справился без своего отца. Я справился не поступая в семинарию. Я справился без формальной подготовки. Все эти вещи, которые, как я думал, должен обрести, мне были не нужны. Когда я стал пастором церкви, большинство людей были за меня. Но было несколько человек, которых я знал много лет. Они очень поддерживали моего отца, но не хотели поддерживать меня. Они любили меня, но хотели, чтобы я поступал по их воле. Но я понимал, нужно быть самим собой. В вашей жизни нет помазания быть похожим на кого-то другого. Вы помазаны быть самими собой. Сначала меня немного беспокоило, что они не были за меня. Я переживал. А что, если они уйдут или не поддержат меня? В конце концов, они действительно ушли, но иначе, чем я думал. Ничего не развалилось на части. Я справился без их поддержки. Я справился без их энтузиазма. Я справился без корабля. Иногда Бог забирает то, что, по нашему мнению, нам нужно, чтобы полагаться на Него, а не на людей, контракты или должности. Могу сказать вам кое-что. Вы справитесь без того человека, который ушел, без друга, который предал вас, без супруга, который бросил вас. Я знаю, это больно, но не они ваши спасители. У вас уже есть спаситель. Он хранит вас на своей ладони. Если они покинули вас, значит, вы в них не нуждались. Будь они нужны для достижения вашей цели, они бы остались. Вы должны принять то, что они не были частью вашей судьбы, и двигаться вперед. Пока вы оглядываетесь назад и фокусируетесь на том, что потеряли, на том, почему они не остались, почему корабль развалился на части, вы упускаете то новое, что приготовил Бог. Вы все еще можете добраться до берега. Возможно, это произойдет не так, как вы думаете. Божьи пути — это не наши пути. Мы можем настолько зациклиться на том, как, по нашему мнению, это должно случиться, что или кто нам нужен, что впадаем в уныние, если это не вписывается в наши планы. Мы должны оставаться открытыми. Бог знает, что для нас лучше. Вы справитесь без контракта, который не был заключен. Вы усердно трудились, но вас не выбрали. Вы заслужили повышение, но вас обошли стороной. Это еще не конец. Это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он знает, как открыть новые двери и как приводить возможности, продвижения по службе, контракты, которых вы не ожидали. Не сидите, сложа руку обескураженные, почему это случилось со мной. Я могу сказать вам почему. В вашей жизни есть призвание. В будущем вас ожидают новые уровни. Этот шторм не сможет остановить вас. Бог знает, как доставить вас на берег, но это может произойти нетрадиционным способом, без корабля. Возможно, вам придется доплыть до берега вплавь, но благодать поможет вам это сделать. Вы справитесь, так же, как и я, без любимого человека, которого потеряли. Разумеется, вы все еще скучаете по ним, но это не отменило вашу судьбу. Это может показаться концом, но на самом деле это новое начало. Вы сильнее, чем думаете. В вас есть нечто большее, больше таланта, больше смелости, больше решимости. Бог не оставит вас в этой буре. Корабль, возможно, и развалился на части, но вы все равно доберетесь до берега. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. Царь Давид справился без поддержки своей семьи. Я уверен, что он был обескуражен из-за того, что отец не позвал его, когда пророк Самуил помазывал одного из сыновей следующим царем. У него было искушение обидеться, когда старший брат высмеял его за то, что он самый младший и ему приходится заботиться об овцах. Он мог бы подумать, «Боже, это несправедливо, моя собственная семья не верит в меня». Но Давид понимал этот принцип. Его позиция была такова. Я справлюсь без их поддержки. Я справлюсь и без их одобрения. Я не нуждаюсь в их поддержке. Вместо того, чтобы зависеть от того, одобряют ли вас люди, почему бы вам не обратиться к Богу и не получить одобрение от Него? Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что другие будут подбадривать вас, почему бы вам не начать подбадривать себя? Начните провозглашать веру, благоволение, победы и благословения над вашей жизнью. Но если бы Бог позволил доплыть лодки до берега, все было бы намного проще. Тогда бы не пришлось проходить через все эти трудности и стресс. Они могли бы просто причалить, как круизный лайнер и наслаждаться островом. Но иногда корабль не достигает берега. Павел и экипаж схватили обломки разрушенного корабля. Они использовали их, чтобы доплыть до берега. Мы думаем, что нам нужен корабль, но Бог такой удивительный. У Него есть план даже для разбитых осколков, остатков, вещей, от которых большинство людей отказалось бы. Бог использует их, чтобы привести вас туда, куда Он запланировал. разрушенность стала их прорывом. Перестаньте расстраиваться из-за того, что вы потеряли. Вам нужно именно то, что у вас осталось. Бог не позволил вам потерять так много, что вы не сможете добраться туда, куда Он вас ведет. Вам не нужен был корабль. То, что они считали бесполезным, выброшенные куски дерева, на самом деле было тем, что им было нужно, чтобы добраться до берега. Когда вы попадаете в шторм, вы должны поступать, как Павел, хвататься за осколки. Это значит продолжать верить, что вы выйдете победителем, продолжайте заявлять о благоволении на вашей жизни, продолжайте благодарить Бога за его доброту. Он не передумал. Может, корабль и развалился на части, но вы все равно предстанете перед кесарем. То, что обещал Бог, все равно сбудется. Когда моему отцу было 17, у него была мечта, что однажды он станет пастором тысячной церкви. Тогда, в 30-е годы, это было неслыханно, тогда не было больших церквей. Несмотря ни на что, он смог поступить в колледж. Он начал пасторство над успешной растущей церковью. Прихожан было почти тысяча. Новое церковное здание было только что построено. Все шло замечательно, пока не разразился шторм. Моя сестра Лиза родилась с чем-то похожим на детский церебральный паралич. Мой отец начал изучать священное писание по-новому. Он начал говорить со своей паствой о том, что Бог целитель, что Он хочет, чтобы мы жили изобильной, победоносной жизнью. К его большому удивлению, им не понравилось новое послание веры, и они попросили его уйти. Он был опустошен. Он потратил годы на то, чтобы служить этим людям. Теперь, похоже, его мечте пришел конец. Но шторм не удерживает вас от вашей судьбы, а ведет вас к ней. Бог направляет ветры. Они с моей матерью уехали и основали Лейквуд. Мой отец потерял более 90% прихожан. Он больше не был связан со своей динаминацией. У него не было поддержки со стороны коллег. Друзья всей жизни перестали с ним разговаривать. Но Бог говорит, что вы справитесь без поддержки, без того, что вы потеряли, без нового здания. Корабль, возможно, и развалился на части, но Бог все еще на троне. То, что вы потеряли, далеко не так важно, как то, что у вас осталось. Мой отец был верен, Лейквуд рос и развивался, и, как и обещал Бог, он служил Тысячной Церкви. Но предположим, ему было бы горько из-за того, что его попросили уйти. Предположим, он сдался бы из-за неудачных попыток и предательств. Тогда он бы так и не добрался до берега, он бы никогда, так сказать, не предстал перед Кесарем. Вы не знаете, что замышляет Бог. Эти бури, которые никому из нас не нравятся, являются частью нашей судьбы. Если вы сидите в стороне, обескураженные тем, что вы потеряли, чего вы не получили, и тем, кто вас покинул, Бог говорит, если к вам вернется ваш порыв, если вы снова начнете верить, вы добьетесь своего. Несмотря на то, что вы потеряли, несмотря на то, кто был против вас, несмотря на ошибки, которые вы совершили, Божье призвание все еще на вашей жизни, предназначение все еще в вашем будущем, новые уровни все еще ждут вас. В Священном Писании есть история о маленьком мальчике по имени Мимфивосфей. Он был внуком царя Саула и сыном Иоаннафана. Давид и Иоаннафан были лучшими друзьями. Мимфивосфей родился в царской семье, ему было суждено однажды занять трон, но жизнь сложилась не так, как он думал. Его отец и дед были убиты в один и тот же день в бою. Когда весть достигла их города, служанка, которая заботилась о Мимфивосфее, схватила его и выбежала из дома, пытаясь спрятать его от приближающихся врагов. Она споткнулась на ступеньках, уронила Мимфивосфея, и обе его ноги были сломаны. Он навсегда остался калекой, он больше не мог ходить. Прошли годы, и вместо того, чтобы жить во дворце, как он думал, он жил в одном из самых бедных, захудалых городов того времени. Казалось, это было неудачей, просто не повезло, это даже не его вина, служанка уронила его. Но Бог не зависит от того, что кто-то другой делает или не делает, чтобы привести вас к вашей судьбе. Люди, возможно, и уронили вас, но Бог знает, как поднять вас вновь. Годы спустя царь Давид вспоминал о том, как сильно он любил своего доброго друга Иоаннафана. Он спросил своих людей, жив ли еще кто-нибудь из родственников Иоаннафана. Они сказали, да, его сын, но он калека и живет в трущобах. Давид сказал, найдите его и приведите ко мне. Представьте себе, когда чиновники из дворца начали обыскивать трущобы, быстро распространился слух, что они ищут Мимфивосфея. Когда он услышал это, он подумал, о боже, это конец, они все же нашли меня. Он ожидал худшего, но они подняли его и отнесли во дворец, вымыли его, надели на него новую одежду и привели к Давиду. Он боялся, не знал, что должно было произойти. Давид сказал, Мимфивосфей, не волнуйся, отныне ты будешь жить со мной во дворце, каждый вечер ты будешь ужинать за моим столом. Более того, я отдаю тебе всю землю, которая принадлежала твоему отцу и деду. Подобно Мимфивосфею, вам может показаться, что то, что обещал вам Бог, никак не может сбыться. Уже слишком поздно, было слишком много неудачных попыток, шансы против вас. Если бы Мимфивосфей был здесь, он бы сказал вам, вы все равно справитесь. Несмотря на то, кто вас покинул, несмотря на то, насколько это было несправедливо, несмотря на то, насколько невозможно это выглядит, вы справитесь без корабля, без того, что, как вы думали, вам нужно. У Бога уже есть нужные люди, которые готовы помочь вам, люди, которые восполнят то, чего вы не получили. Не зацикливайтесь на том, что вы потеряли. То, что у вас осталось, это то, что вам нужно. В разбитых осколках есть сила. Может показаться, что это не так уж много, но когда Божье дыхание коснется их, вы доберетесь до берега. Я верю и заявляю, вы все равно поправитесь, вы все равно встретите нужного человека, вы все равно осуществите свои мечты. Грядет благоволение, грядет исцеление, грядет продвижение по службе, победы, прорывы, полнота вашего предназначения во имя Иисуса. Если вы принимаете это, скажите «Аминь». Мы никогда не заканчиваем нашу передачу, не дав вам возможности сделать Иисуса Господом вашей жизни. Могли бы вы помолиться вместе со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я каюсь в своих грехах, войди в мое сердце, я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя». Друзья, если вы молились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите библейскую церковь, поставьте Бога на первое место, и Он поставит вас на место, о котором вы даже не мечтали. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. субтитры 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 субтитры